в принципе все всем привет меня зовут виктор компания новый дом в этом видео я расскажу как сделать дешевые кирпичные столбы на забор из профлиста или евро штакетника расскажу что это за материал и как его правильно монтировать приятного просмотра что вообще такое пикс панель это панель имитирующая кирпичный столб принципе из названия уже все становится ясно это пластиковые панели вот такой вот п-образной формы которые предназначены для того чтобы украсить ваш забор из профнастила ну или из металлического штакетника внешне будет трудно отличить такой столб от настоящего кирпичного если не подойти слишком близко сейчас стране складывается такая ситуация что все стараются на всем сэкономить и пикс панели это как раз таки вот этот случай когда хочется красиво недорого и чтобы все здорово смотрелось пикс панели внешне очень похожи на фасадные панели а только имеют немного другую форму пикс панели бывает трех цветов красный желтый и коричневый и крышки тоже имеют несколько цветов сегодня на этот стенд мы будем монтировать желтые пикс панель чем еще хороши такие пикс панели это то что они монтируются уже на готовый забор и не придают ему особой нагрузки то есть если вы уже построили свой забор и не знали о таком материале то можно просто установить пикс панели поверх забора столько столбов сколько вы захотите и в тех местах где вы захотите монтаж пикс панели на забор не составляет особых сложностей любой человек сможет экспонтировать своими руками. Рассмотрим сначала вариант монтажа пикс панелей на обычный профлист. Для монтажа пикс панелей нам потребуются деревянные бруски 25 на 25 либо металлические уголки, саморезы, шуруповерт, уровень, сами пикс панели и колпак для пикс панелей. В принципе, это все. Для начала нам нужно сделать разметку. Для двух реек расстояние между ними будет равно внутренней стороне между вот этими панелями. Можно это сделать с помощью рулетки, можно просто приложить панель и отметить где у нас будут размещаться уголки либо бруски. Для начала я сверху прихвачу брусок и далее мы уже по уровню будем крепить оставшиеся саморезы. Далее мы по уровню выравниваем направляющие, будь то уголки или брусок и в пяти местах прикручиваем. Вот прикрутили первую рейку по уровню, все сделали ровненько и теперь нам нужно прикрутить вторую направляющую. Субтитры создавал DimaTorzok Далее мы устанавливаем первую панель, смотрим чтобы по уровню она ровненько стояла и в местах швов уже прихватываем. Так, первая панель у нас стала ровненько, значит и все последующие тоже будут ровно. Крепим по два самореза на каждую панель. Далее мы в первую панель вставляем вторую, вот так он аккуратненько встает. Давайте я вам покажу как изнутри соединяются замки, то есть все это напоминает как пазл у нас в детстве. Вот так вот легко панели стыкуются между собой. Как я уже говорил, проще будет изначально собрать всю конструкцию, а после уже ее прикручивать. Еще стоит заметить, что не следует делать большой отступ от земли, иначе у вас будет казаться, что столбы как будто бы летают в воздухе. И еще изначально мы не учли такой момент, рейки не должны быть выше самих панелей. Мы их чуть позже подпилили, потому что у вас не оденется колпак, поэтому рейки делаем примерно вот на таком уровне. И продолжаем закреплять пикс панель. Как я уже говорил, по два самореза с каждой стороны в каждую панель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе все. Вот он наш столб и готов. Вот так выглядит готовый столб. Сверху на пикс панели устанавливается пластиковый колпак. Он бывает как половинчатый в этом случае, либо бывает полный. Ну, если вы и с той стороны будете столб устанавливать, и с этой. Тут опять же все на ваш выбор. В принципе достаточно с внешней стороны установить такой столб. Колпак сверху можно не закручивать саморезами, он и так плотно держится. Но если вы боитесь, что кто-нибудь его утащит, то можете все-таки его закрутить. В случае, если вы будете устанавливать пикс панели на забор из евро штакетника, что вам нужно сделать? То есть открутить несколько штакетин, и в принципе все то же самое. С каждой стороны вы прикручиваете по два уголка, также все выравниваете. И с одной стороны вам нужно будет немного подрезать вашу пикс панель. Можно это сделать обычной болгаркой, чтобы они у вас спокойно вставали в прожилины. И между внешней и внутренней стороной столбов не было никаких зазоров. В принципе, больше ничем и не отличается монтаж от монтажа на профнастил. Пикс панели это конечно же не кирпичные столбы, они несут исключительно декоративную функцию. Нельзя сказать, что этот материал хрупкий. Внутри него есть вот такие ребра жесткости, которые не дадут ему повредиться. Он довольно такой плотный материал и в принципе вызывает доверие. Но даже если какая-то из этих панелей на вашем заборе повредится, то несложно будет разобрать всю эту конструкцию. Заменить испорченную панель новой панелью и собрать все заново. Вес одной такой панели составляет 500 грамм. Длина панели 380 миллиметров, ширина 150 миллиметров, а высота 300 миллиметров. То есть на вот такой вот столб 2 метра уйдет 7 панелей. И вес этой конструкции будет составлять 3,5 килограмма. Плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что эти столбы обходятся намного дешевле кирпичного столба. И придают обыденному забору из профнастила довольно привлекательный внешний вид. То, что можно монтировать такие столбы самостоятельно, не имея никакого опыта. Еще одним плюсом этих столбов является то, что монтаж не займет много времени. У нас на съемку этого ролика и монтаж вот этого столба ушло примерно 30-40 минут. К минусам отнесем то, что это же конечно имитация. И такие столбы несут исключительно декоративную функцию и не делают ваш забор прочнее. Поэтому решать конечно же вам. Но мой взгляд в целях экономии украсить свой забор такими столбами это очень неплохая идея. Друзья, только не нужно писать, что эти столбы ненадежные, что от них нет никакого толку. Я еще раз повторюсь, что эти столбы не выполняют несущую функцию. Они предназначены исключительно для того, чтобы радовать вас и окружающих. Чтобы ваш забор имел приятный внешний вид, а не был подобием остальных 99% заборов, которые есть в вашем судоводстве. Сами по себе панели довольно надежные. Как я уже показывал, на них есть дополнительные ребра жесткости. Они способны выдерживать определенные нагрузки. Вы, покупая домой например зеркало, не требуете же от него, чтобы оно выполняло какие-то еще функции. Единственная функция зеркала это то, чтобы вы могли посмотреть на себя любимого. Так и у этих столбов исключительная их функция это декоративная. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь оно было полезным для вас. Земля уже практически оттаяла и мы начинаем строить заборы. Поэтому в ближайшее время выйдет ряд видео по монтажу забора из профлиста, евроштакетника и как надежно установить металлические столбы для забора. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok